Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Валерий Соловей. Это 148 выпуск программы «Что происходит?», который вы увидите в понедельник, 7 октября, час по полудни московского времени. Не удивляйтесь, картиночка у меня за спиной, я сейчас нахожусь в поездке и прибуду в этой поездке до конца наступившей недели. Поэтому вы увидите меня на моем привычном месте, в моей московской квартирке, где-то через неделю. Так что ближайшие два выпуска моих программ будут проходить из этого места, где я сейчас нахожусь. Основные темы выпуска. Стратегическая неопределенность в отношениях между Украиной и Россией. Поиски мира застопорились. День рождения трупа. И просьба пресечь мошенников. Когда я говорю о стратегической неопределенности между Россией и Украиной, это не означает, что ситуация будет вечной и, может быть, даже она не будет длительной. Но в настоящее время ее лучше всего характеризовать таким образом. Причем стратегическая неопределенность формируется четырьмя основными факторами. Во-первых, это тем, что на Ближнем Востоке может быть сейчас открыт второй фронт. Я имею в виду отнюдь не возмездие, которое Израиль осуществляет в отношении организаций Хизбалла, справедливое вполне возмездие, с моей точки зрения, и абсолютно необходимое для поддержания мира на Ближнем Востоке и для безопасности государства Израиль. Так вот, перспектива открытия второго фронта усугубляется тем, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана. И в данном случае может повториться та ситуация, которая случилась ровно год назад, практически ровно год назад, день в день, когда Хамас атаковал Израиль, и после этого внимание мировой общественности и, в первую очередь, внимание Соединенных Штатов по крайней мере на несколько месяцев переместилось на Ближний Восток, что было вполне естественно. Как вы знаете, здесь есть такое правило, куда направлено ваше внимание, туда направлены и ваши ресурсы. Я не хочу сказать, что этот фактор сработает так же, как и год назад, но такая возможность существует. И этот фактор, безусловно, влияет на международный, на глобальный контекст. Второй фактор – это приближающиеся выборы в Соединенных Штатах, это самые главные выборы в современном мире. И поэтому, ввиду этой перспективы, у американцев, естественно, на первом плане находится внутренняя повестка. Очень интересно, и, точнее, наверное, это не интересно, а это естественно и характерно, что внешней тематике, в частности, тематике российско-украинской конфронтации в ходе дебатов уделяется не так уж и много времени. Нет, какое-то внимание, конечно же, уделяется, но нельзя сказать, что это одна из центральных тем в той полемике, которая развернулась во время президентских дебатов, прямых или не прямых в Соединенных Штатах. И, кстати, все с этим можно обратить внимание на довольно сдержанную реакцию американской стороны на тот план. Не то мира, не то победы. Украинская пропаганда именует его по-разному. Впрочем, международные СМИ тоже по-разному. Так вот, на тот план, который господин Зеленский пытался презентовать в Соединенных Штатах. Я не хочу сказать, что отношение к нему было скептическим, или он был тем паче отвержен, ничего подобного. Но отношение это было, по крайней мере, сдержанным. Со стороны Соединенных Штатов, ну, не знаю, какое отношение со стороны союзников Соединенных Штатов по НАТО, это скоро будет понятно. Третий фактор – это то, что в целом в Европе, по крайней мере в некоторых странах, вы знаете, как эти страны называются, к ним не относится Франция, к ним не относится Великобритания, усиливается настроение в пользу предложения Украине совершить сделку на условиях обмена территорий на гарантии безопасности. Да, Украина отвергает, что такое давление, или хорошо, это не давление в полном смысле слова. Я бы сказал, что намеки в этом отношении делаются, эти намеки становятся все более явственными, они исходят от чиновников все более высокого уровня, и так или иначе это тоже формирует ситуацию стратегической неопределенности. Это не означает, что Украине, естественно, ни в коей мере, как и то, что я говорил о президентских выборах в Соединенных Штатах, не означает, что Украине будут отказаны в помощи, но, по крайней мере, рассмотрение вопроса об оказании этой помощи может быть отложено как раз до подведения итогов президентских выборов в Соединенных Штатах. И еще раз повторю, это все-таки усиление со стороны ряда союзников Соединенных Штатов по НАТО, стремление в пользу предложения Украине заключить мир. Не давление, ну, по крайней мере, предложение. И, наконец, четвертый фактор, который влияет на стратегическую неопределенность, это, собственно, ситуация на фронтах. Вы знаете, что на прошедшей неделе российские войска владели городом Угледар, и их давление в направлении Покровска продолжается, и это давление, в общем, несмотря на серьезные потери, идет более-менее успешно. Я далек от мысли, что украинский фронт вот-вот развалится, что Украина потерпит поражение сейчас или в перспективе двух-трех месяцев. Я на самом деле не знаю, произойдет это или нет. И я не уверен, что кто-либо даже знает из числа, особенно тех людей, которые категорически утверждают. Я могу еще рассказать о том, на что рассчитывает Россия, или точнее Кремль, на что рассчитывает официальный Киев. Кремль рассчитывает, что давление будет продолжаться, что оно окажется успешным, и планирует Кремль, обращая ваше внимание, планирует или предполагает, что к середине ноября удастся полностью взять под контроль весь Донбасс, весь Донбасс, и освободить ту часть Курской области, которая сейчас контролируется украинскими вооруженными силами. Еще раз, это план Кремля, это намерение Кремля, и это сроки, которые в этом плане заложены. В свою очередь, с украинской стороны, есть следующий план. Там предполагают, что после президентских выборов, вне зависимости от исхода, ну хотя, наверное, это я слишком поспешил, вне зависимости от их исхода, тем не менее, что военная помощь у Украины будет продолжена, что Украина получит новую технику, я не сомневаюсь, что получит, это я в скобках добавляю свое мнение, вопрос в том, в каком количестве, что оно получит разрешение бить этим оружием по целям, отстоящим далеко от линии фронта и находящимся на территории России, опять же, от себя в скобках добавлю, что, возможно, оно такое разрешение получит, я не знаю. По крайней мере, ни один человек из числа тех, с кем я беседовал, тоже ответ на этот вопрос пока не знает. Другое дело, какое количество этого дальнобойного оружия получит Украина. И, наконец, что будут подготовлены новые украинские бригады, и эти бригады смогут осуществить после Нового года наступление. В общем, дорогие друзья, я специально вам привел эти планы, для того, чтобы у вас, наверное, всплыли в памяти, что аналогичные или более или менее похожие планы, но, по крайней мере, что касается Украины, это был совершенно точно такой же план, уже противостоящие стороны вынашивали, муссировали, пытались осуществить. И мы с вами прекрасно знаем, что ни один из этих планов осуществить в полном объеме, я бы сказал, даже большей частью не удалось. Не удалось осуществить ни Российской Федерации, ни Украине. Поэтому и сейчас ситуация находится в стратегически неопределенном модусе. Еще раз, как долго она будет в этом модусе находиться, я не знаю. Ответа мне на него никто дать не мог. Есть люди, симпатизирующие Украине в моем окружении, которые полагают, что украинская сторона на самом деле в военном отношении стала заметно уступать России. И есть равным образом люди, которые симпатизируют российской стороне в моем окружении, они рассматривают ситуацию менее оптимистичной для Российской Федерации. Но очень важно, что они свой меньший оптимизм, а может быть даже и вообще отсутствие оптимизма, объясняют не столько военными факторами, сколько социально-экономическими и внутриполитическими факторами российской динамики. Внутренней, надо здесь обратить ваше внимание, внутренней российской динамики. Одно очевидно, и это сейчас данность, я вам много раз говорил о том, что после того, именно после того, как украинские войска вторглись в Курскую область, резко интенсифицировались мирные консультации, через посредников, я всегда подчеркил, между Россией и Украиной, что эти консультации идут интенсивно, и что даже по некоторым пунктам достигнуто взаимопонимание. Так вот, в настоящее время эти мирные консультации идут, но они не приносят никакого результата. Можно сказать, что их эффективность снизилась или снижается, а может быть даже уже в каком-то смысле равна нулю. То есть, обратите внимание, консультации сами не застопорились, они, можно сказать, не прекратились. Прекратилось достижение сторон, достижение сторонами, точнее, какого, даже не компромисса, а возможности компромисса. Ну, видимо, по той самой причине, что стороны лелеют сейчас различные стратегические планы, по крайней мере, надеются совершить последний рывок. Ощущение, что этот рывок все-таки окажется последним. А может быть, даже и этого рывка не будет. Потому что российская сторона на самом деле считает, что ее военные усилия будут исчерпаны, в конце этого года. То есть, серьезные внутриполитические причины, очень серьезные внутриполитические причины. И одна из этих причин, это то, что коалиция, которая тяготеет к миру, к мирному соглашению с Украиной, в общем-то, сильнее, чем та коалиция, которая настаивает на продолжении военных действий, даже в среднесрочной перспективе. Другое дело, что для того, чтобы танцевать танго, нужны двое. И пока вот с украинской стороны я бы не сказал, что эта рука, предлагающая пройтись в туре танго, принимается. Я бы сказал, что эта рука застыла в воздухе. То есть, украинцы эту руку не принимают. Опять же, я не берусь обсуждать, почему и как. Можно привести тысячу и одно объяснение, и каждое из этих объяснений, наверное, будет не лишено, наверное, не будет лишено здравого смысла и какого-то рационального зерна. Я просто вам лишь сообщаю о фактах. В настоящее время консультации о мире не приостановились, но результата никакого конкретного, к сожалению, практического нет. Дорогие друзья, вот я записываю этот ролик 6 октября, то есть накануне 7 октября. А 7 октября, как вы знаете, если не знаете, то завтра узнаете. То есть, 7 октября, когда вы смотрите этот ролик, день рождения Путина. Это удивительное, удивительное событие, потому что это день рождения покойника, и поздравление вместо покойника будет принимать его двойник, и будет проведено некое, пусть и скромное, но празднество. Но обратите внимание, что вот вечером 6 октября было сообщено, что президент Токаев, глава Казахстана, по крайней мере, на сегодняшний момент, не намерен посещать Москву для участия в поздравлениях так называемого президента Владимира Путина. По большому счету, дорогие друзья, вот это вот празднование дня рождения трупа, это, наверное, прекрасный сценарий, дарю находку, для фильма ужасов. Я не сомневаюсь, что такой фильм будет снят. Это, правда, будет не фильм ужасов, это, скорее всего, будет трагикомедия, или это будет фарс наподобие смерти Сталина. Кстати, я только недавно посмотрел этот фильм и рекомендую, получите удовольствие, действительно. И я думаю, что скоро мы обнаружим очень много параллелей в том, что будет происходить в Российской Федерации с параллелей с этим фильмом и с событиями, которые в этом фильме показаны. Еще раз подчеркну, очень много параллелей, я рассчитываю, что в скором времени мы с вами, дорогие друзья, увидим. А пока, пока, официальные российские лица и российская пропаганда отмечают день рождения трупа, который находится в холодильнике. И, дорогие друзья, я сказал уже, что четвертая тема выпуска это просьба пресечь мошенников, это моя личная просьба. 3 октября, то есть это у нас получается в пятницу, вдруг объявился на просторах Ютьюба канал, который работает якобы от моего имени. Он называется Доктор Соловей, его антураж, копирует точности антураж моего канала, Ютьюб канала, который вы сейчас смотрите. Ну, конечно, за некоторыми исключениями, адрес, допустим, не тот. Вот у меня адрес канала Бонус Профессор и Профессор с двумя буквами С. Бонус Профессор это добрый учитель. А вот в фейковом канале Бонус Профессор с одной буквой С. Ну, я не говорю уже о том, что есть и некоторые другие отличия. Так вот, у меня просьба, если вы на этот канал где-нибудь наткнетесь на просторах Ютьюба или намеренно его сейчас разыщите и зайдете. И, кстати, это совет, точнее, не совет, просьба к вам впредь. Могут появляться аналогичные фейки. Огромная просьба. Когда вы смотрите любой ролик, да, на любом Ютьюб канале, там есть такая опция пожаловаться. Пожалуйста, напишите свою жалобу. Напишите свою жалобу, что это фейковый канал, и вы просите удалить канал или просите удалить как минимум ролик, фейковый ролик. Я вам буду крайне признателен, потому что от таких совпадений я, честно говоря, ничего хорошего не жду. Я думаю, что это естественно, не ожидать ничего хорошего, когда ты живешь, работаешь в Российской Федерации и сеешь доброе, разумное, вечное, говоришь о свободе, о справедливости и о том, что жизнь в России и политическая ситуация очень скоро переменится кардинально. Вы понимаете, до этих перемен хочется дожить. И не только живым, но еще хочется дожить на свободе. Так что давайте мы будем помогать друг другу в том, чтобы мы дожили до перемен живыми и дожили на свободе. Дорогие друзья, если у вас будут вопросы в связи с тем, что я сказал сегодня или в связи с тем, что я не сказал, вы можете задать свои вопросы, оставив их под этим роликом. Я отвечу на ваши вопросы в рубрике «Ответы на горячие вопросы», которые выходят по четвергам. Для того, чтобы я понял, что это вопрос, а не просто комментарии, не просто реплики, пожалуйста, пишите в начале вопроса большими буквами слова «вопрос» или ставьте несколько восклицательных знаков. У меня тогда будет легче идентифицировать. Я, как правило, отвечаю в рубрике «Ответы на горячие вопросы» на 80-85%, иногда даже более, тех вопросов, которые вы задаете. Спасибо вам большое за ваше внимание и я надеюсь, я могу вас авансом поблагодарить за вашу помощь, дорогие друзья. Берегите себя, пожалуйста. Берегите. Здоровье нам очень скоро потребуется. Мы действительно находимся накануне без преувеличения грандиозных перемен. Да, грандиозные перемены займут какое-то время, но это время исчисляется не десятилетиями и не годами. Еще раз. Не десятилетиями и не годами. Оно исчисляется месяцами, возможно, даже неделями. Возможно, даже неделями. Впрочем, поживем, увидим, не будем забегать слишком вперед и делать толстых намеков. Лучше будем комментировать по результатам произошедших, а может быть, и не произошедших событий. Вы знаете, кстати, что возможны события, я бы сказал, которые очень странные. Вот если они произойдут, это очень важно. Если они не произойдут, правда, об этом мало кто будет знать, ну, за исключением вашего покорного слуги, я надеюсь, я вам смогу что-то рассказать. Если они не произойдут, это будет не менее важно, возможно, даже более важно, чем если эти события случатся. Вот такая диалектика, или, как говорил в таких случаях покойный Борис Николаевич Ельцин, загогулина. Дорогие друзья, пожалуйста, помогайте нам, поддерживайте нас. Не меня, а нас. Помогайте добрым словом, помогайте информационно, то есть перепостами, лайками. Помогайте, если вы в состоянии финансовом. Еще раз, если вы в состоянии и только в тех размерах, в которых вы можете себе позволить оказывать материальную финансовую помощь. Как ее оказать? Это очень просто. Вы заходите в описание к этому ролику, в первый закрепленный коммент под этим роликом, и что вы видите? Правильно, вы видите банковские реквизиты и телефон системы быстрых платежей. Любой платежный метод, приемлемый для вас, приемлемый, естественно, и для меня, приемлемый для нас. Главное, чтобы вы знали, что оказывать эту помощь можно совершенно бесстрашно. Вам точно совершенно ничего не угрожает. Естественно, помощь, еще раз повторю, доступных для вас размеров. Так что берегите себя, еще раз повторю, а я буду с вами до нашей победы и думаю, и даже уверен и дальше, и дольше. Я хочу, дорогие друзья, чтобы вы знали, твердо знали и нисколько не сомневались, что как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.